пойдем сюда я вам подведу к одной еще одной сенсации казалось вот какая сенсация это перед вами сибирка вы скажете нет это не сибирка на подождите крупно я скажу культуре на сибирь половые связи с крупноплодными яблонями каждый год укрепляется никто не садил меня не сосед теперь я их семечки соберу это есть тот самый подвой который получились эти яблоки которые я говорил да так вот цена тоже им огромный почему в отличие от настоящей сибирки дикарки мичурин правильно писал не совместимы с крупноплодными а это уже неогены крупноплодных культурных бродят я не думаю что она сильно потеряла морозостойкость по моему и сюда ремень из 50 она все равно погибла вот уж подводок подводок а про китайскую сливу тоже подводит хороший вот и наконец вот они персики а вот это сенсация другого рода никакой опять мои заслуги вы знаете вся заслуга правильно посадить на холм видели холм смотри видели почему потому что в ямках как научила нас классическая наука я не могу понять я специально на этом делаю акцент оба обязательно расскажите об этом вашим читателям вот это не самый крупный но тут получше смотрится персик ну ладно в общем так вот начну с того что вся классическая наука вся литература все мировые сми учат садить в углубление там где учили там не снегом ничего что-то откуда это не саплики а у нас то каждую весну днем в этой ямке стоит вода а ночью мороз все потом погибает дерево валят на что угодно она очень не сразу погибает и он начинает лечить придуманы яда химикаты придуманы подкормки все 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 а у него сгнила к не вашей вот я сейчас специально вот я специально говорю для андрея дело в том что я к в наших видеофильмах что мы снимаем с вами я очень много приводил притч и даже анекдота вот и какие-то там эти я специально потерять две минуты но вы сейчас поймете это очень важно может быть и статью попадет так вот классический роман лежат постели двое извините за откровенность любовник и замужняя женщина значит и вслух рассуждают и вот она чек далеко не простушка говорит мужу осталось жить два-три года он приговорен все но так как мы с ним так не так как он едет в германию будут лечить лучше немецкие профессора то больше полугода он не протянет это они строят планы понимаете на будущее поняли да примерно то же самое я не стал бы этот циничный разговор приводить особенно детям нельзя услышать вот но дело в том что это происходит везде везде где сгнивает корневая шейка а посадка углубление придумано для его уничтожения погибли миллионы десятки миллионов погибли миллиарды рублей долларов только потому что до сих пор пока я не начал печататься не привел красноречевые фотографии где все сгнивает потому что всегда я говорю отмеряя за и там становитесь на колени вот это один из моих главных советов ради этого я живу я говорю буду умирать и последняя фраза будет запомните друзья мои там сохнет становитесь на колени вот и вы в 90 случаев и 100 найдете причину и спасать бесполезно и вся эта индустрия все бесполезно садите на небольшие холмы чтобы вот так вот чтобы проветривание было и сухая крови и штамп а есть случай ну привозят друг с минусинска 20 саженцев выращенных из косточки вот по виду сорт он не знает на материнском дереве плоды 40-80 грамм ну как это он еще лишь укрывал вырастил они взошли все девать некуда привез константинович посадить куда-то место не смотрите 1 2 возносящие 3 возносящие 4 и там еще 5 6 7 8 короче десяток погибло уже селекшение половина погибла зато половина возносит и нить подходил один год замерзали полу снега прошло еще три года растут быстро быстро вот это еще теперь представь себе там привитое и дальше можно прививать и вот здесь уже я могу есть персики не укрыты а красноярске хотите правду скажу в городской черте могут быть вдоль и не сея не замерзающего вас плотина гигантская вдоль этого до и после девногорска там редко морозы до сорока я специально ездил проверял вот вместе ездили это часть моей работы так там могут вот и персики привитые на как я рассказывал на мужские абрикосы если не будет 40 и даже не кровать у меня здесь они не привитые выдержали вот они плоды вот они а теперь все на мать им на мажорке но не сразу у них может быть некоторое сопротивление вот посмотрите персики вот тоже пожалуйста снимите так нет это просто а он приви вот 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 он привитый на волосы вишни доказательства нужны ничего себе вот а дальше рассказываю один я же еще и селекционер душе не только душе смотрите что у меня есть персики то есть эти волосы на вишни покрупнее вот я с них уже урожай собрал они всем они были привиты персики там уже гены персиков вот доказательства да теперь я собрал плоды свой вишни они очень морозостойкие здесь они никогда не замерзают а в них гены персика теперь приведу персик совместимость высочайшая вот это один из моих подходов раз теперь если тут настояние ментора применить три-четыре поколения вам все ясно стало тогда получится что мы еще градусов на пять поднимаем морозостойкость и уже этого сорта образца назовем раз костики назовем сорта образцов со там не имею права он это не манджурский немножко окрас у него другой то есть метод не хасанский вот чем они дичее тем они морозостойче и вот получились вот такие плоды вы что думаете я расстроился что плоды мелкие я впереди планеты все это самый северный в мире поняли такой далее спасибо вам что привезли ценный кадр я не пробовал дайте мне попробовать иметь совесть что за сорт кто увидит видео не к2 называю получил как нику но на нику не похоже я нажал не к2 условно все равно мне все по перепутано все равно по двое влияет так то у меня началось укрупнение шартов академик 50 грамм до 100 увеличил просто как у своими ментаром все понятно идет чего-то вот все у меня уже говорят монстров растите валерий константинович вот одни и другие говорят сорта попортил а кто говорит вы представляете такой интернет знаете сколько и сколько завистников и ненавистников а люди тогда что говорят которые приезжают а кто приезжает уже ничего не говорят у них рот полный это все но те кто не это не терпит это не новых теорий не новый практик они не едут потому что для них это унизительно к сожалению вот а тут единственный кто за меня заступился николай иванович курдюму вот спасибо ему вот он и сказал что железо сорта попортил вот и хорошо людям надо фрукты есть они название так вот сейчас я буду угощать сейчас я найду которые щелка хочу вас разочаровывать вот этого но вы раньше вкуснее есть все сладче ничего себе пойдет вообще пойдет пойдет еще сладче пойдет вот если бы я не научился выращивать саженцы то просто бы умер с голоду и тогда мы сейчас тут не ходили вот потом я свое умение передал сыну вот перед вами привитые абрикосы смотрите они привиты они растут в земле это для посылок подвело лето сильно теплая сильно дождливая и они переносли все эти посылки это минус для них вот а вот это вот для того вот сейчас допустим красная была сотня отвезена вот там допустим сейчас пойдем туда допустим этой самой транспортной компании сотни отправлено санкт-петербург вот а какие они осторожно какие они однолетки получаешься сейчас мы идем туда где они в горшках почему лучше я горжусь тем что они в горшках здесь уже часть продана вы видели что тут творилось до продажи то есть это продажа 20 августа было вот пожалуйста смотрите вот они привитые абрикосы здесь были уже выкопаны проданы вон ямки вон ямки вон ямки вот и сейчас я вам наверное да и так представление вот есть отсюда снять вот такие они горшок немножко сдерживается рожда они получают чуть ниже чем у тебя посмотрите какие красоты и все они однолетние они сразу с первого года покрываются посмотрите светочными почками чем считаю почки все полностью до самых верхушек покрывать светочными почками и весной если их вовремя не продать они все зацветают нигде немножко зацветает груши однолетние немножко яблони потому что сразу чем хороша прививать прививочное сажение чем хорош долго ждать урожая не приходится обычно первый год зацветет пустоцвет пересадка конечно это значит задержка роста даже возможны болезни вот и сейчас я вам назову одну из главных причин по которой мой сад считается неубиваемый очень много мои недоброжелатель ждали когда он погибнет потому что это оскорбление для всех них так и сейчас я вам показываю например двухлетний априкос смотрите сюда огромный огромный так теперь значит это ну пойдем сюда еще видите вот большая до большая потом где-то отсюда плохо видно язык заросли да где-то колновидка двухлетний у меня значит что получается продается а я изобрел качущий питомник вот так вот абрикос двухлетний вон он лучше из лучших а это невыраженным глазом можно видеть абрикос может посадить более благородный лист смотрите они разные листы да более благородный лист и более скромный лист вот он у других хотел тоже привиты это разные сорта так и что получается и это горшках а он без горшков лучшие из лучших остаются навсегда они в этом растут также как тут был питомник там был питомник там был питомник вот возможно не те что когда меня выжили с острова там сожгли пять гектар сад вот не те ну прикупил три сотки четыре сотки семь соток четыре получилось 35 вот и вот одно из изобретений работа яблони яблони абрикос вот посмотрите вон этом плане еще яблони да груша посмотрите мощная вот двухлетка это 2 лет то есть два года исполнится а следующий весной полутора лет так вот эти полутора летки остаются навсегда так и вырастает очень быстро вот этот молодой сад черным по белому написано что научное учреждение прекратило заниматься абрикосами 1927 году как без перспективной культуры вот а у нас по югу хакасии в частности скинский район и особенно с район бейский район особенно район саногорска десятки тысяч абрикосов рынок забит бедра 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 вдоль дорог когда люди едут до дачники неудачники и точнее вот и тех кто туристов у нас туризм развивается бешенными темпами и везде их встречают бедра с абрикосами которые считаются здесь растения не могут вот эта разница пока мой рекорд 100 110 размер плоды вкуснее шла чаще скоро его подниму до 150 с украины привез то я там уго это самый угощался абрикосами флорбанку не влазь мучаюсь с ними но осталось чуть-чуть приезжайте в следующем году и в то же время я хочу предупредить красноярцев не расслабляйтесь у вас тоже было прекрасное лето у вас была теплая зима если холоднее наши не больше чем на градус все-таки вы севернее если по мерить это на 4 километра получается что вот этот невиданный урожай напрягает тем что деревья возможно готовится к очень холодной зиме это значит что если существует какие-то приемы по помощи деревьям то их надо применять потому что возможно морозы предстоящие еще какие-то катаклизмы катаклизмы идут вот америка ведь она же замерзла в черт этой зимы мы-то далеко живем нас это не касается и там была трагедия настоящая там пришел невиданный холод невозможный вообще в принципе считалось что это невозможно америка с теплой страны майами это это самое в тропике а допустим нью-йорк на широте по моему курска нет это монреаль на широте курска на широте ташкента вот нью-йорк не проверял но читал на широте ташкента попробуй тут дождись так как морозы какие у нас сибири что-то меняется и наоборот две последние самые теплые зимы по сибири невероятно лето посмотрите что делается фантастическое фантастическое его вы заметили что же было хорошим но враг очень плохой возможно произошло вот такой вот что-то произошло и возможно навсегда возможно я сейчас предлагаю и учу и советую горожанам ради бога не думайте что так будет всегда сейчас самое главное зацепиться за землю почему потому что если так случится что потоки мигранты уже будут не ближнего востока и не сав и северной африки в европу а вся европа сюда помчится потому что если это надолго то там уничтожат сады уничтожат огороды уничтожат поля зерновые и один раз ладно там это мировая культура заключается в том что здесь густо там пусто вот считается как возьмите такую нежную культуру как абрикос открываю книгу там написано даже в самых лучших местах кавказа и средней азии абрикос плодоносит не будет 10 лет не более двух четырех раз в логично то там даже в самых местах заморозки это дело обычно вот убила цветы пропустили урожай здесь у нас было как из 4 5 лет в начале 1 не давала урожая абрикос потом стало из 3 2 сейчас уже среднем через один вот а это и это не зависит от того тут или или кубань заморозки они в любом месте уничтожают цветы что получается получается так что там где-то станет нормой вот оттуда начнется голод если 24 года но у нас каждый год абрикосы привозят каждый год то есть в этом районе густо в этом пусто потом наоборот тут они всегда есть и мировая культура мировая это торговля все распределяет это везут туда где не урожай а может даже случится что вот это место евразия на центре последний спокойный уголок об этом давно пишут но никто не прячет лет через сто лет через тысячу а он уже началось а мне такое впечатление что началось тринадцатый год урожай был еще если в этом году и было видер 200 тринадцатом году мне было видер 300 мы ходили по ним мы уже не могли собрать они уже гнили уже гостей не было столько чтобы раздать вот вначале берегли ну как реклама потом три дня упали испортились сегодня мы хвастались там перед телевидением а завтра уже есть поздно ладно я стал настороже что же это творится такое не могу понять как это так значит зима будет страшней чем бах две теплейшие зимы а плоды были необычные они изменились так что ни один автор сорта пусть он живет наше время пусть он живет 100 лет назад пусть и народ не узнать невозможно окраска была настолько яркая и что я жду сумасшедших морозов оказывается они ждали тепла и расцвели необычная вещь теперь проходит четырнадцатый год как дарил заморозок деревья пустые но накопили сил в этом году дали но если не предельно урожает то почти предельно там некоторых деревьев по 10-15 ветер было ну на парочке может больше все-таки не предельно но и я смотрю что лады помельче еще раз говорю вот эти вот были два раза крупнее еще год два назад их миновали заморозки а вдруг что-то плода много они мельче а может быть в этот раз будет собой прогноз первая жизнь ошибся сказал будет мороза была теплее же зима как на украине впервые наверно за тысячу лет потому что даже сибирь а потом теперь плоды ярко-красные думал навсегда абрикосы невиданные каждое дерево казалось бы новый сорт в этом году выражает сумасшедший абрикос ветки ломится там за забором мы еще не все сожгли огромные ветки которые рушились там на каждой по 3-5 ветер по 8 и что плоды стали мельче и овернули обычную заврядную краску желтые от силы оранжевые красные но только которые изначально имели там серафим или амур имели изначально красные они остались красные но уже не такие а так целом это и сейчас господа красноярцы мы ведь можем это на всякий случай утепляйте дома стандартный совет да вот не только скажите что с деревьями так как утеплить а вот это дело в том что утепление есть два недостатка утепляешь и может сгноить в одном случае так вот в другом я вот как советую самое опасное это молодые деревья стеклоткань кусками я уж коротко нарезали снизу обматываете и возможно прихватываете скелетные ветки а мыши ведь как они же тоже чуют что будет и раз не скорее происходит взрывное размножение миллионным уничтожает а люди то не догадываются они не знают наука не предупреждает есть у нас ботаника что-то биологии с у нас института но никто и говорит караул вот знаете как бывает когда предупреждают вот будут заморозки вот караул это еще понимаю а вот мыши они страшнее вот замороз окон уничтожит один урожай а мышь уничтожит целиком дерево 5 6 7 лет все равно жрут и жрут как до высоты метра полтора до сих пор не укладывается в голове как целиком кору съедает когда они жирное они настолько голодны и так витамина надо и что получается стеклоткань спасает ее можно как раз до этой высоты снизу раз второе это дополнительное утепление будет мороз у нас же был один год когда два-три года назад зима без снега была была по всей сибири даже там где двухметровый там был 30 сантиметров там тюмень это самое то вот было было значит третье и немаловажно от солнечных ожогов защита уже белить не надо по белка на ядовито это способ применять но я никогда вы не увидите ни одного побеленного дерева смотрите вот я ответил коротко стеклоткань белая вот и это стеклоткани режется полосы а потом прямо жгутом получается на в несколько слоев и очень хорошо утепляет что там самое слабое место штамп не потому что он самый слабый на мороз ну что трудней всех достается